Всем привет, друзья! Сегодня поговорим о том, как восстановить файлы, удаленные в результате очистки корзины. Все мы знаем, что после удаления любого файла Windows перемещает их в корзину, специальную папку для удаленных файлов. Также разберем ситуацию, когда данные были удалены с помощью Shift плюс Del, то есть без использования корзины, безвозвратно. Но важно помнить, что корзина имеет ограниченный размер, после заполнения система автоматически очистит ее. Итак, если вы только что удалили папку с нужными данными, восстановить ее можно нажав сочетание клавиш Win плюс Z, а именно, удалив папку и после этого нажав данное сочетание клавиш, или же кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать отменить удаление. Если вы ранее удалили файл, то его можно восстановить просто перейдя в корзину и нажав восстановить, после чего файл появится в исходной папке с содержимым. Так мы можем остановить случайно удаленные файлы. Если же вы не можете найти корзину на рабочем столе Windows, то чтобы добавить ее туда, кликаем по меню Пуск, Параметры, открываем раздел Персонализация. Далее кликаем по пункту Темы, после чего открываем подраздел Параметры значков рабочего стола. Добавляем корзину. Затем ОК. Обычно, когда вы удаляете файл, а затем очищаете корзину, или вовсе удаляете что-либо с помощью клавиш Shift плюс Del, то вы можете ошибочно решить, что файл исчез навсегда. В реальности же удаленные файлы из корзины можно восстановить с помощью программного обеспечения для восстановления данных. Я буду использовать Hetman Partition Recovery. Ссылку оставлю в описании. Допустим, у нас есть данные на диске D. Удаляем файлы с помощью комбинации клавиш Shift плюс Del. Файлы удалены. В корзине их тоже нет. Чтобы восстановить наши удаленные файлы, открываем программу Hetman Partition Recovery. После открытия программы откроется мастер восстановления. Далее указываем на диск, на котором хранились наши данные. Кликаем «Далее». По окончанию сканирования кликаем «Готово». Программа обнаружила наши файлы. Также мы можем посмотреть наши файлы в окне предварительного просмотра. Чтобы восстановить нужные вам файлы, перенесите их в список восстановлений. Если у вас его нет, то чтобы открыть его, перейдите в меню «Вид», «Панели инструментов», «Список восстановления». Затем укажите метод сохранения. Далее. Указываем папку. Восстановить. Если в результате такого анализа программа не обнаружила ваши файлы в этой папке, в которой они хранились ранее, то попробуйте их найти в разделе «Программы», «Корзина» или «Recycle Bin». Для этого запускаем программу. Кликаем по диску, с которого были удалены данные. Дождитесь окончания анализа, если он не был сделан раньше. Переходим в раздел или папку «Recycle Bin». Посмотрите в папках, есть ли там ваши файлы. Чтобы восстановить нужные вам файлы, перенесите их в список восстановления. Кликаем по пункту «Восстановить». Затем указываем метод сохранения. Далее. Восстановить. Готово. После восстановления все файлы будут в указанной вами папке при восстановлении. Что делать, когда файлы были удалены очень давно и их отсутствие вы заметили только сейчас? Тогда воспользуемся полным анализом. Для этого переходим в программу. Кликаем правой кнопкой мыши по нашему диску. Выбираем «Проанализировать заново». В открывшемся окне теперь указываем полный анализ. Указываем файловую систему вашего диска. Чтобы узнать файловую систему вашего диска, кликните правой кнопкой мыши по нужному диску и выберите свойства. Она будет указана в поле как «Файловая система». Указав файловую систему диска, кликаем «Далее». Процесс займет некоторое время. По окончанию анализа мы сможем увидеть все файлы, которые были удалены. А на этом все. Ставь лайк и подписывайтесь на наш канал. Вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Пока ты смотришь это видео, мирные жители Украины умирают от атак и бомбардировок Российской Федерации. Безумный путинский режим напало мирное государство в самой центре Европы. Поддержите украинскую армию. Пожертвуйте средства в фонд «Повернысь живым». Сканируй QR-код или перейдите по ссылке в описании к видео. И перечислите любую сумму, которая обязательно усилит украинское сопротивление и поможет противостоять преступной российской агрессии.